Всем привет! Я рада вас видеть на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете о наращивании бровей в салоне, особенности проведения процедуры. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Все женщины знают, что такое коррекция формы бровей, и зачастую выщипывают их, придавая желаемый вид, самостоятельно. Наращивание бровей – обратный процесс, то есть добавление волосков, но имеющий ту же конечную цель – придать бровям нужную густоту и форму. Процедура похожа на наращивание ресниц. За 2 часа мастер прикрепляет к собственным бровям клиента или же непосредственно коже приблизительно 200 дополнительных волосков длиной от 4 до 8 мм. Они могут быть как натуральные, из шкурки-норки или даже волос человека, так и синтетические, латексные. Процесс прикрепления дополнительных волосков к бровям совершенно безболезненен и достаточно прост. Главное – правильные формы и цвет. Накладные брови разных цветов продаются наборами в комплекте с клеем. Существуют целые каталоги, где можно с легкостью подобрать нужный вам оттенок. Процедура наращивания бровей и последующая их коррекция имеет такие преимущества. Безопасность. Наращивание бровей никак не влияет на здоровье. Безболезненность. Эта процедура не доставляет даже минимальных неприятных ощущений. Эффективность. Ни одно другое средство не дает такого исключительно натурального визуального оттенка. С наращиванием невозможно сравнить ни татуаж, ни перманентное окрашивание бровей, ни их коррекцию с помощью карандаша, тени или туши. Психологический комфорт. Усовершенствовав свой образ, многие женщины чувствуют себя увереннее. Качество их жизни повышается. Параллельно с наращиванием мастер подберет к вашему типу лица нужную форму бровей и попутно сделает их коррекцию. Если правильно ухаживать за нарощенными волосками, их жизнь можно продлить до трех или даже четырех недель. С силиконовыми волосками срок будет чуть меньше. Идеальная маскировка проплешин и даже шрамов. Естественность и натуральность полученного эффекта. Теперь не нужно будет каждое утро маскировать недостатки. Минимум вреда для здоровья. Вы недовольны своими ресницами? Все время пользовались недорогой тушью и ресницы потеряли свой прежний вид? Никакие средства не помогают восстановить ваши реснички? Вам приходится делать наращивание ресниц, но вы хотите свои собственные густые и длинные ресницы? То вы должны обязательно прочитать статью о том, как можно очень легко и просто восстановить ваши ресницы. Это реально опыт одной девушки. Ссылка на статью в описании под этим видео. Как проводится процедура? Беседа с мастером, первичный осмотр. Цель – выявление противопоказаний, определение масштаба работ, тест на аллергию, нормально ли отреагирует кожа на материалы для наращивания бровей, удаление макияжа с бровей и ресниц, обработка участка обезжиривателем и антисептиком, выбор формы будущих бровей, удаление ненужных волосков. При поштучном наращивании бровей мастеру приходится насаживать на клей каждый волосок по отдельности, в свободные места. При использовании накладок они просто прикрепляются к коже при помощи клея. Повторная обработка специальным фиксирующим составом. Виды наращивания бровей. Волосковое наращивание бровей. Оно предполагает внедрение в гущи естественно растущих волосков искусственные. Это можно сделать с помощью двух методик. Поштучное наращивание. Процедура кропотливая и щепетильная, но в результате получается один из самых лучших эффектов. Родные брови удалять не нужно, так что все смотрится очень естественно и натурально. Мастер приклеивает искусственные волоски поштучно, аккуратно вкрапляя их в те, что даны от природы. После этого очень трудно различить, где свои брови, а где нарощенные. Наращивание с помощью силиконовых или латексных накладок. Они представляют собой целую полоску с наклеенными на ней волосками. Она незаметна на коже. Процедура не требует особых усилий, не занимает много времени, а при наличии этих накладок вполне допустима для проведения даже в домашних условиях. Но при этом у техники есть один очень существенный недостаток. Она требует полного сбривания родных бровей, иначе возникнут проблемы с приклеиванием накладок кожи. Перманентное, полуперманентное наращивание бровей. Правильное название процедуры – перманентный макияж бровей, так как его основная суть – в окрашивании, а не наращивании. Под кожу вводится пигмент, он придает брови нужный оттенок на очень длительный срок. Эффект густоты и объема достигается за счет цвета, а не за увеличение количества волосков. Однако в прайсах могут значиться такие виды услуг. Перманентное или полуперманентное наращивание бровей. А на самом деле под этим понятием будет иметься в виду татуаж, микроблейдинг или напыление. Наращивание бровей хной или биотатуаж. Когда под кожу вводят не химический пигмент, а натуральную хну, для получения нужного оттенка к ней иногда добавляют басму. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.